Я вас приветствую на нашем канале. Мы снимаем фильмы на все случаи жизни. Подпишитесь и вы на всякий такой случай. Штангенциркуль мы уже изучили, но пора продвигаться на следующий уровень. Можно ли произвести измерение с еще большей точностью? Для этого нам понадобится микрометр. С его помощью можно даже измерить диаметр волоса. И я сейчас покажу вам, как это делается. А еще вы научитесь разбирать и настраивать микрометры. И бонусом к сегодняшнему фильму вы увидите другой приборчик, глубиномер микрометрический. И конечно узнаете, как с ним работать. Этот микрометр самый распространенный. Предназначен для измерений от 0 до 25 мм. Для больших размеров существуют микрометры с другими пределами измерений. Это у меня один из больших с пределом измерений от 75 до 100 мм. А вот это микрометрический глубиномер. Он предназначен для измерения глубин, глухих отверстий, пазов и расстояний между двумя плоскостями. У всех этих микрометров одинаковые измерительные механизмы. Поэтому я разберу этот. Это микровинт для фиксации замера. Когда он затянут, трудно сдвинуть барабан. Не следует пользоваться микрометром с застопоренным микровинтом. Откручиваем барабан. Он снимается вместе с микрометрическим винтом. Это стебель прибора с внутренней резьбой. Откручиваем гайку. Трубчатая часть оснащена цанговым зажимом. Гайка имеет внутренний конус. Эта гайка предназначена для регулировки плавности хода микрометрического винта. Откручиваем трещотку от барабана. Эта трещотка или храповик предназначена для контроля усилия затягивания микрометрического винта. И одинаковая у всех микрометров. Конусная втулочка прижимается к корпусу барабана и с помощью гайки-трещотки фиксирует барабан на микрометрическом винте. Она расслабляется для установки нуля, а потом затягивается. У микрометрического винта резьба имеет два витка в одном миллиметре. И поэтому он будет сдвигаться на один миллиметр при вращении барабана на два оборота. Начнем собирать прибор. Вставляем винт в барабан и сверху накручиваем трещотку. Сильно пока не затягиваем. Вставляем барабан в сборе в стебель микрометра и закручиваем. Как видите, измерительная поверхность приближается к пятке. Необходимо очистить эти поверхности. Докрутив до конца, проверяем нулевую уставку. Если она сбита, необходимо ее настроить. Нулевую уставку следует проверять перед каждым измерением. Итак, зажимаем трещотку до упора, стопорим микровинт. Расслабляем гайку трещотки и, вращая барабан, совмещаем нулевой штрих с продольным штрихом стебля. Аккуратно заворачиваем гайку трещотки. Отжимаем стопор и убеждаемся в правильности нулевой настройки. Теперь мы можем производить измерение любых деталей. Наша задача сейчас – научиться правильно считывать результаты измерений. Нижняя шкала в миллиметрах от 0 до 25. Шкала над ней сдвинута на полмиллиметра и указывает соответственно половинки миллиметров нижней шкалы. Цена деления микрометра – 0,01 мм. Начинаем вращать барабан, глядя на шкалу. Шкала, размещенная на барабане, имеет 50 делений, что соответствует половине миллиметра. Следовательно, при вращении на один оборот микрометрический винт сдвигается на полмиллиметра. И на одно деление верхней шкалы. При вращении барабана еще на один оборот винт сдвигается полностью на 1 мм. Измерим диаметр проволоки для примера. Барабан сдвинулся на 1,1 мм и еще одно деление верхней шкалы, значит у нас есть 1,5 мм. И 25 делений по круговой шкале барабана, значит в сумме получилось 1,75 мм. Попробуем проводок потоньше. Смотрите, не пройден ни один целый миллиметр, не пройдена ни одна половинка миллиметра. Значит просто смотрим по шкале барабана. У нас получилось 0,24 мм. Ну а теперь, как и обещал, проверяем толщину волоса. Он еле виден в кадре. Аккуратненько зажимаем его в микрометре. Получилось только 6 делений барабана. Цена деления у нас 0,01 мм, значит результат 0,06 мм. Толщина вот этой волосинки. Ну а для больших деталей можно использовать вот такой микрометр. Он не может измерять от нуля и шкала у него начинается с 75 мм. У него в комплекте есть вот такая установочная мера для проверки и установки нуля. Тут требуется немного аккуратности и терпения. Настройка производится так же, как и у предыдущего микрометра. Здесь шкала уже от 75 до 100 мм. Ну а если нам нужно измерить глубину чего-либо, то для этого пригодится вот такой микрометрический глубиномер. У него механизм, как и у всех микрометров, точно такая же трещотка. Это измерительная плоскость, ее прикладывают к поверхности детали. А это измерительная поверхность стержня. Проверим нулевую установку. Для этого нужно установить глубиномер на поверочную плиту, но у меня ее нет и для опыта буду использовать просто плоскую деталь. Замер производится, как обычно, с использованием трещотки. Как видите, здесь ноль установлен. Обратите внимание, здесь шкалы на стебель и на барабан нанесены наоборот, в сравнении с простым микрометром. Попробуем измерить глубину для примера. Беру просто коробочку, устанавливаю глубиномер. Выкручиваю микрометрический винт за трещотку до упора. Теперь смотрим, сколько миллиметров и половинок миллиметров скрыто под барабаном. В итоге получается, полностью скрыто 6,5 миллиметров и плюс 7 делений барабана. Значит наш результат 6,57 миллиметра. Вот вопрос. Шкала на стебле до 25 миллиметров, а на корпусе указан предел измерения от 0 до 50 миллиметров. Тут есть хитрость, сменные стержни. В комплекте есть стержень более длинный, он длиннее первого на 25 миллиметров. У стержней есть специальные прорези для лучшей фиксации в микрометрическом винте. Теперь мы можем измерять более глубокие отверстия или пазы. Но к показаниям шкалы глубиномера мне нужно будет добавлять еще 25 миллиметров. Бонусом к сегодняшнему видео покажу паспорт этого микрометра. Глубиномер микрометрический. Кировский Совнархоз. Завод «Красный инструментальщик». 22 сентября 1962 года. Этот глубиномер пролежал на складе 61 год и пролежал бы еще 100 лет, если бы не вы, мои любознательные зрители. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Удачи вам! Удачи вам!